Тем временем разведка США полагает, что вышла на след организаторов катарского кризиса. Какую сенсационную версию сегодня озвучили в эфире телеканала CNN? Подробнее в сюжете. За катарским кризисом может стоять Россия, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. Спецслужбы якобы считают, что именно российские хакеры две недели назад взломали сайт катарского государственного информационного агентства и разместили на нем сфабрикованный материал, который спровоцировал недовольство арабских стран. В этой публикации цитировали Эмира Катора, который якобы положительно отзывался о Биране и Израиле. Кто именно стоит за хакерами, телеканал CNN не уточнил. ФБР и ЦРУ эту информацию вообще не комментируют, а в России уже заявили. Все подозрения безосновательны. Я думаю, что CNN, как и некоторые другие средства массовой информации, не вполне достойные носить это звание и являющиеся скорее средствами массовой дезинформации, они только и ждут какой-нибудь истории такой с душком или какого-то скандала, чтобы тут же автоматом, без какого-либо доказательства зачислить этот эпизод в разряд прегрешений российской стороны. Тем временем катарский кризис только обостряется. Вот картина сайта Flightradar. На ней хорошо видно, что самолеты крупнейшей авиакомпании региона Qatar Airways теперь вынуждены менять маршруты, минуя территорию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти страны закрыли свое воздушное пространство. А это уже наземная граница Саудовской Аравии с Катаром. Она тоже на замке. Сотни грузовиков с товарами стоят на парковке. В магазинах Катара полки еще не пустые, но дефицит товаров уже чувствуется. Не хватает свежей курятины. Мы едим ее довольно часто, поэтому сейчас ищем другие варианты. Не хватает также свежего молока. Как можно быстрее урегулировать кризис, стороны призывают Европа и США. Тем временем сегодня дипломатические отношения с Катаром разорвала еще одна, девятая страна, Мавритания. Ирина Иванова, Татьяна Лугунова. Подробности телеканал Интер.